МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите проект «Гости». Сегодня с нами солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Это замечательный музыкальный семейный дуэт Татьяна Макарчук и Евгений Плеханов. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Татьяна Макарчук и Евгений Плеханов – оперные исполнители, которые с первого сезона участвуют в постановках Приморской сцены Мариинского театра. Татьяна и Евгений оба являются выпускниками Центра оперного пения Галины Вишневской. Татьяна родилась в городе Большой Камень, затем обучалась в Москве, там же в столице прошла прослушивание в Приморский театр. Евгений до приезда во Владивосток успел попробовать себя на сценах московских театров, вел активную гастрольную деятельность и преподавал в ГИТИСе. На сегодняшний день этот профессиональный и семейный дуэт задействован во всех ведущих оперных постановках Приморской сцены Мариинского театра. Новый сезон Мариинского начался, но я хочу начать наш разговор с яркого события, которое завершало прошлый сезон, это второй международный фестиваль «Мариинский». У вас, у обоих там были яркие, интересные выступления. Поделитесь вашими эмоциями от прошедшего международного события. Первый. Первое слово, конечно же, мужу. Какие эмоции? Эмоции, когда поешь под руководством Валерия Висалыча, великий дирижер, великий музыкант. Это большая радость и честь, наверное, то, что выбрали конкретно меня, там, для каких-то там ролей. Во время фестиваля было очень много звезд, по-настоящему великолепных исполнителей. Я думаю, публика это оценила. На самом деле, нам очень повезло, конечно, с фестивалем, потому что к нам не так часто приезжают такие певцы, и это возможность поучиться у таких серьезных профессионалов. Мы, конечно, стоя рядом с ними на сцене, впитывали каждый звук, пытались что-то перенять, наверное, даже что-то для себя подмечали. Поэтому нам, конечно, очень повезло в этом отношении. Одной из, наверное, самых ярких опер, которые были представлены на фестивале, была опера Симон Баканегра. Как я недавно узнала, оказывается, это довольно редко исполняемое в России произведение. Да. Вы не знаете, в чем, собственно, состоит интрига? Почему вы не на меня часто берете? Ну, мне кажется, может быть, слишком сложный сюжет какой-то, слишком такая насыщенная музыкальная, да. Ну, у Верди очень много... Ну, есть опер, которые много идут, и, может быть, чтобы не переполнять репертуар театра Верди... А, именно Вердискими репертуарами? Да нет, мне кажется, просто сама опера, она очень такая насыщенная, там очень много музыкального материала, и, опять-таки же, наверное, голоса нужны какие-то такие особенные, да, чтобы это все спеть. Вот, но, мне кажется, за те голоса, которые были представлены, с Улимской, конечно... Справились великолепно, да. Я до сих пор под впечатлением. Да, даже если, учитывая, что мы еще ездили по Дальнему Востоку, на Соколину, и в Хабаровске было выступление, там люди были потрясены. Хотя без декораций, без ничего, да, только музыка, да, ну, люди аплодировали стоя, и это прекрасно. Кстати, да, вот об этом гастрольном опыте, как вы успели заметить, допустим, наша публика, которая уже 4 полных года, да, 4 сезона посещает Приморскую сцену Мариинского театра, она, наверное, чуть более подготовлена к восприятию такого репертуара. Или я заблуждаюсь? Здесь, в Владивостоке, у людей больше возможностей как бы чаще ходить. Да, да. К счастью, с недавних пор. Чаще ходить в наш театр, получать удовольствие. Да, а, например, на Сахалине это было первое выступление, то есть первый раз там была опера, и люди пришли... Культурный шок, да, что называется? Да, для них это было прям что-то необыкновенное. В Хабаровске, я не знаю, там есть музыкальный театр, были там оперы раньше или не были, затрудняюсь сказать, ну, там тоже люди пришли, которые знали, что будет опера, и знали, что, ну, они в другом случае ну, вряд ли могут услышать. А тут у них уникальная возможность, что к ним приехали и спели, и прекрасные артисты. Да, и состав был, конечно, тоже хороший очень. Для вас, как для артистов, этот гастрольный опыт был интересен? Я в который раз сидела в зале, слушала репетицию Симона Баконегра, спектакли. У меня там была совсем небольшая роль, и это была для меня прекрасная возможность посидеть и послушать, как поют профессионалы. Я каждую ноту впитывала, каждый звук, чтобы вот потом это все попытаться воспроизвести у себя. Это, конечно, очень было здорово. Вы оба являетесь артистами приморской сцены с самого первого года ее образования. Но попали вы туда, ну, шли вы к этому довольно интересными разными путями. В частности, Татьяна является уроженкой Приморского края, насколько я знаю, да? Большой камень. При этом прослушивались вы в Москве? Да. Да? Ну, потому что я училась в Москве на тот момент, заканчивала уже академию гнесинскую, да. Вот. И встал вопрос, куда идти дальше. Ты же работала в театре? Ну, я работала, да. Я параллельно работала и училась. Но это был такой театр. Ну, хороший театр, конечно же, но он был детский. Детский, да. Да, детский театр имени Натальи Сац. Это проработала год. Там я подготовила свою первую такую серьезную партию. Кармен. Поэтому для меня это тоже был такой, наверное, значимый, так, период в жизни. Ну, и объявили прослушивание. Я подумала, почему бы нет, если я оттуда родом, там, мои родители, почему бы не попытаться. Это хороший старт. Ну, какое-то чувство, ну, патриотизма, что ли, или какое-то приятное чувство у вас было от того, что ведь многие поколения певцов, которые начинали здесь, у них просто не было другого варианта уезжать. Да, уезжать, да, в западный регион. Да, конечно, я об этом тоже говорила, что если бы появилась работа, многие бы вернулись сюда. Да. Да, ну и я тоже в частности. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВЗЯТЬ БОЛЬШЕ ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, БОЛЬШЕ МАСТЕРОГО, НЕЛЬЗЯ ВВАРИТЬСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ, РЕЗУТАТА НЕ БУДЕТ. ПОТОМ НАДО СЛУШАТЬ ДРУГИХ ИСПОЛНИКЕЙ, ДРУГИХ ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ. А в Москве, там, либо в Петербурге, там, все равно где-то вот больше крутишься, больше педагогов. Ну, поэтому мы каждое лето ездим на стажировку в Мариинский театр. Евгений, а вы, получается, впервые оказались в Владивостоке, да, приняв приглашение? Да. Что, почему оно вам показалось заманчивым? Ну, как вы думаете, это не заманчивое предложение? Заманчивое. Мы как раз собирались... Если брать профессиональную сторону вопроса, а не эмоциональную. Я вам скажу так, что в Москве работал в Мевских театрах, я был приглашен у Станиславского, был Театр Русская опера, там, Венцературский театр, там, в Центре Вишневска. Ну, как-то я работал, да, у меня концертная деятельность была нормальная. Вот, ну, мне Москва уже в тот период надоела, я уже несколько, там, года два-три хотел уехать. И думал, куда. И вот только думал, думал, и потом так вышло, что мы прослушались. Театр как раз так совпал, и я с удовольствием уехал, и мне здесь нравится. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, Жене, мне кажется, больше нравится даже, чем мне. Я люблю понырять, подводный мир, богат, интересен, природа шикарная. Как возможность есть, появляется, мы, конечно же, выезжаем куда-нибудь. Если говорить о том пути, который театр в целом прошел уже за эти сезоны, ведь, ну, невооруженным взглядом и зрительским взглядом заметно, что идет, происходит развитие, да? Театр идет ступенька за ступенькой вверх. Вот в этом смысле вы, как артисты, накапливая сценический опыт, как вот чувствуете тоже вот это свое восхождение по профессиональной лестнице? Какие вызовы вам уже встречались на вашем профессиональном пути? Каждый выход на сцену, это вызовы. Нет, конечно, как-то, может быть, уже себя немножко спокойнее ощущаешь, да? Какой-то нарабатывается опыт, да? Какая-то стабильность, возможно, появляется. Если раньше ты все равно выходил немножко такой, ну, расхлестанный, что ли, ты еще не было такой как-то собранности, то теперь ты с каждым спектаклем это все наращивается, спокойствие какое-то, да, уверенность в себе, что ты не просто там только что вышедший шкаляр, да, еще ничего не умеющий. У тебя уже что-то, что-то какие-то у тебя установки уже есть наработанные, конечно. Вызовы могут быть тогда, когда, если короткий срок, и предлагаешь, сможешь выучить? Да, да, и серьезная задача. Серьезная задача, да. Только что у тебя был вызов. Да, да, и я учился, не буду изучать, сколько времени учил. Ну, достаточно мало времени было на выучку партии Даландау в летучем голландце. В летучем голландце. На немецком языке, справился с задачей. Это, кстати, одно из потрясений, да, для приморской публики. Да. Не так давно был впервые представлен Вагнер, летучий голландец. Вагнер, летучий голландце. Музыка, правда, шикарная. Вагнер. Я раньше не сталкивался с исполнением, ни разу не исполнял. Сейчас столкнулся, и прям мне очень понравился. Ну, это был по-настоящему вызов для Жени, потому что я, наверное, на неделе-две потеряла вообще его из вида. То есть он утром уезжал, вечером приезжал поздно. То есть я вообще не видела. Но ничего, он справился. Если дома, то с носами, с наушниками. То, что я была на первом спектакле, в принципе, у меня особых вопросов к нему не возникло. То есть я... Как-то это был полноценный, довольно-таки образ. Фу, спасибо тебе. Да. Я, честно говоря, очень была рада, что все получилось, потому что переживаний было много. Да. А, кстати, из того разнообразия языков, на котором исполняется опера, это французский, итальянский, немецкий и русский, у вас есть любимый? Русский, конечно. Нет, для меня итальянский. Итальянский, для пения, ваше любимый итальянский язык. Хотя больше в репертуаре почему-то французского, но люблю больше итальянский язык. Я язык ближе к итальянскому. Татьяна, если говорить о вашем репертуаре, то в первую очередь, конечно, приходит в голову Кармен, потому что вы у нас уже заслуженная Кармен приморской сцены. Да, уже звучит, конечно, как-то... Маленькая. Заслуженная Кармен, как будто мне лет 50. Нет, чтобы быть заслуженной Кармен, это... Я не знаю, сколько еще нужно ее петь, эту партию. 50. Да, 50, наверное, лет нужно петь ее. Если я не ошибаюсь, ваш дебют в этой роли состоялся в том самом детском музыкальном театре, московском, да? Да. О котором мы немного уже заговорили. Да, да, да. Строльки ездила в Дублин. Да, но это был второй спектакль, наверное, или третий где-то. Это та героиня, которая вот сразу легла на ваше естественное какое-то вот... На ваше естество? Нет, нет, нет. Она даже сейчас еще никак не легла на мое естество. Потому что это нужно вытаскивать из себя. Это же абсолютно свободный человек. Да. Абсолютно свободный. В нем нет никаких комплексов зажимов, ничего. То есть то, что есть в современном, да, человеке, это вот ограничение обществом, да, какие-то нормы, правила, мораль, там еще что-то. В ней этого ничего нет. Она живет абсолютно свободно. Это очень нужно долго вытаскивать из себя. И я не знаю, получится ли когда-нибудь полностью освободиться и сделать на сцене такое, чтобы все почувствовали то, что я хочу передать. Это люди уже чувствуют, а ты просто про это не знаешь. Ну, возможно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для меня она видится именно таким человеком без комплексов, без рамок, без ограничений. Что хочу сделать, то я и сделаю. Что в данный момент мне по душе, то я и сделаю. Если это не по душе, я лучше умру, но делать этого не буду. Вот какие-то такие правила, наверное, ее личной жизни. Из той работы, которая намечена на новый сезон, и которая будет для вас новой, вы можете уже приоткрыть секрет? Какие партии зрителям ждать от вас? К сожалению, мы даже сами об этом не знаем. Я могу сказать, чего бы хотелось бы, да? Хорошо, давайте, чего бы хотелось бы. Ну, труппа наша просит царскую невесту. Вот она здесь была в концертном исполнении, но если будет спектакль, то будет другой, потому что как будто бы не хватает этой оперы у нас. Ну, потому что это такой жемчужина, такая русская музыки оперная, поэтому в каждом театре, мне кажется, должна быть царская невеста. У меня просто впечатления еще остались от нее, из центра оперного пения, да. Мы много исполняли ранее. И это правда всегда пользовалась большим успехом. Кажется, партию каждого знаешь наизусть каждую фразу. Ты настолько эмоциональная опера, там, ну, я не знаю, ни одного равнодушного из зала человека не уйдет просто. Вот мы просили как-то в прошлом году, что может быть нам регалеты дадут? А! Теперь есть регалеты, подождем царской невесты, да. Или Бориса Годунового. Ну, что-то, наверное, из Моцарта. Это все-таки более такая, тоже близкая к публике музыка. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Возможно, может быть, Дон Жуан. Мы же не знаем. Есть Валерий Абисалыч, который нами руководит. Мы только можем попросить, да. Озвучит «То, чего душа просит», да? А там уже как звезды сойдут. Так что Валерий Абисалыч, царская невеста. Да, если он будет смотреть, да? Да. Я думаю, он оценит вашу решимость, Евгений. Да. Несколько раз мы уже упоминали центр оперного пения Галины Вишневской. Такая серьезная школа, через которую многие проходили. Мне доводилось довольно много лет назад слушать от одного исполнителя, который обучался в центре оперного пения, и Галина Павловна сама лично проводила, так сказать, уроки. И, скажем так, такая довольно суровая школа жизни и профессии там происходила в стенах этого заведения. О чем говорит ваш опыт? Вот от этого человека можно было стерпеть все. И стерпеть с благодарностью с большой. Потому что все, что бы она ни говорила, это она говорила только на пользу тебе лично. Никому больше, ни самоотверждение, ничего. Только на пользу тебе. Какие-то там слова или еще что-то. Это все, чтобы ты хоть чуть-чуть расшевелился и задумался, что в тебе не так, почему она это говорила. Она говорит, не более того, не знаю, для меня ее уроки настолько были просто это что-то невероятное. Потому что человек какие-то вот элементарные, да, мы разбирались с ней партию Любаши, как раз-таки готовили. Это была моя первая партия серьезная, вот, и в центре оперного пения. И Галина Павловна прям, я ходила к ней на уроки и готовила эту партию. И какие-то, да, фразы, которые, ну, казалось бы, обычные, да, которые поет Любаша там в речитативах. Ну, мне казалось, ну что, спела и спела, ничего такого. А она мне такой подтекст говорила, такой смысл давала, что я понимала, как же я этого не видела, как вот, ну это же все, вот, все. И она мне так это все прям разжевывала, что неправильно спеть, это было уже невозможно. Поэтому для меня это было, правда, человек такой, ну, гениальный. Я как раз вспомнил, что с ней последнюю партию делал. Как раз этого из Варлама, из Бориса Гудунова. И там у Варлама есть такая песня, полуакапельная идет. Ну, такой народный такой мотив. И вот про эту песню, про эту сцену она мне столько сказала, столько красок не нарисовала всего. Кто этот Варлам, что он жизни прожил, что он сейчас у него ждет, что он там, у меня, надеюсь, получилось впитать в себя. Вот, когда я пел эту песню, а ее можно там в полголоса тихонечко напевать, люди говорили, что там, ну, которые коллеги. Ну, это прям в точном попадании. Для вас, как для семейной пары, совместный выход на сцену – это праздник или это испытание? Как бы вы это обозначили? Конечно же, праздник. Не знаю, я воспринимаю его на сцене как просто коллегу и все. У меня нет никаких там ассоциаций, что это мой муж. Абсолютно. Единственное, что когда мы выходим на сцену, некуда деть ребенка элементарно. Вот в этом только неудобство. А так нет абсолютно. Как раз вот 1 октября будет Кармен с Таней. Я буду ценигу петь. А Женя будет петь ценигу. Я буду петь Капитана влюбленного, которому ничего там не досталось. Кстати, приглашаем всех на спектакль 1 октября. На 1 октября Кармен. 1 октября. Прекрасная возможность увидеть вас вдвоем. Вдвоем, да. Я постараюсь эмоционально выложиться по полной программе. Этим приглашением на спектакль, я думаю, можно завершить наш сегодняшний разговор. Поэтому успешного вам выступления. Спасибо, что заглянули в гости. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Приходите в гости к нам. С удовольствием. Спасибо. 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 Спасибо.